Доброе утро, уважаемые коллеги! Ну, прежде всего, мне хочется поздравить вас с тем, что такой непростой период нашей жизни подошёл к концу, к логическому завершению. Мы с вами пережили дистанционное обучение. Впереди нас ждёт отпуск. Кто-то уже в отпуске, как я, например, сейчас. Кого-то ждёт благотворная работа на ЕГЭ. Но у всех у нас с вами, учителей-практиков, уже в голове думки, замыслы, задумки на следующий учебный год. Вот, наверное, неспроста мы сегодня с вами и поговорим о традициях и инновациях в обучении английскому языку с новым УМК «Сферы» издательства «Просвещение». Пока наши припозднившиеся слушатели подсоединяются к нашему вебинару, я бы хотела ещё раз напомнить, что зовут меня Смирнова Елена Юрьевна. Я учитель-практик, учитель с большим стажем. 35 лет проработав и работаю до сих пор в одной и той же школе, в школе 1282 «Сокольники» города Москвы. Вот именно мой большой педагогический опыт и помог мне в работе, в большом авторском коллективе, по подготовке и выпуску вот такого замечательного УМК, самого современного и самого молодого УМК на рынке российских учебников. Я вполне понимаю, что моя аудитория сегодня состоит из трёх разных частей. Здесь есть и опытные учителя, которые уже поработали в этом году по сферам в том или ином классе. Есть учителя, которые только ещё собираются работать по этому учебнику. А есть и те, кто впервые сегодня от меня услышит об особенностях этого УМК. Но я уверена, что всем трём категориям будет сегодняшний вебинар полезен. В общем-то, я очень надеюсь на это. Наш вебинар будет длиться 45 минут. Вот. Сначала я расскажу всё, что я подготовила для вас. Потом я постараюсь ответить на ваши вопросы. Но если вы считаете трудным задавать вопросы по ходу вебинара, отвечать я буду в самом конце, то у вас будет возможность задать вопрос не спеша, его как следует обдумав, по адресу, который будет на последнем слайде презентации. Поэтому не торопитесь, внимательно слушайте и постарайтесь как можно больше нового и полезного узнать из нашего сегодняшнего вебинара. Итак, мы открываем с вами первую страничку. И вы видите перед собой все учебники линии УМК-сферы базового уровня. Это значит, учебник рассчитан на два часа английского языка в начальной школе и на три часа в средней и старшей. Однако я хотела бы всё-таки обязательно подчеркнуть, что это высокий базовый уровень. А значит, вы можете работать по этому учебнику и из расчёта четырёх часов, допустим, в средней и старшей школе. Вот я, в частности, работаю в пятом классе сейчас, три часа в неделю по сферам, и в десятом, где я классный руководитель, у меня четыре часа. И мы успеваем проходить весь материал очень успешно. Посмотрите внимательно на эти учебники. Конечно, внешний вид тоже играет роль. Да? Вот такие они яркие, красочные. В мягкой, но очень прочной обложке. Лёгкие, что немаловажно для наших школьников, в теперешних. И это формат меньше, чем А4. Формат учебника таков, что он спокойно помещается в сумку старшеклассницы, что тоже определённый плюс. Но одного внешнего вида, конечно, мало. Чтобы попасть в федеральный перечень, сферы прошли три серьёзнейшие экспертизы и доказали своё право находиться в этом перечне. Здесь вы видите порядковые номера всех учебников. Если по какой-то причине вы вдруг не успели заказать учебники, то у вас сейчас есть такая возможность. Вы можете обратиться в управляющий совет школы. И если управляющий совет, учитывая все ваши доводы, примет решение о переходе на УМК сферы, то администрация школы может дать такую возможность. А мы с вами сегодня листаем этот учебник. Обратите, пожалуйста, внимание на характерные черты данного УМК. Пока вы их читаете, я бы хотела рассказать о том, что у нас на полях размещены учебники 2, 5 и 10 класса. И это не просто так. Я никогда ничего не делаю просто так. Это не декоративный элемент. Это те учебники, на которые переходить проще и логичнее. Конечно, 2 класс – начало обучения. 5 класс – как пограниченный, когда происходит ротация детей, перемешивание классов во многих школах. И, наконец, 10 – профильное обучение. 10 очень важен, потому что в 10 начинаются профили. И если в вашей гимназии или лицей давали английский язык из расчета 5 часов в неделю, а сейчас у вас один только лингвистический класс, да, в лингвистическом классе только углубленка. А вот во всех остальных, в академическом, в медицинском, в кадетском, вы можете спокойно перейти на сферы из расчета 3, максимум 4 часа в неделю, и взять в нее урочку, что тоже очень приветствуется администрации, например, взять в нее урочку по профильным пособиям издательства просвещения. У них есть замечательные пособия для медицинских классов, где ребята усваивают специфическую медицинскую лексику. Инженерные классы, кадетские классы – все эти пособия есть. То есть вы своему выпускнику старшей школы дадите не просто базовый, а серьезный профильный уровень по тому профилю, который ему нужен. Я надеюсь, что сейчас вы уже просмотрели все эти позиции, все эти пункты, и, конечно, у вас возник вопрос. Во всех современных УМК по английскому языку все то же самое. Конечно, потому что если этого не будет, то учебник просто не войдет в перечень. Это требование федеральных государственных образовательных стандартов. Однако, качественное изложение материала отличается. И содержание учебника дает обучающимся следующие возможности. Конечно, они научатся правильно и быстро делать презентацию и с другим УМК. Я не спорю. Все УМК английского языка, которые сейчас существуют на рынке и в ваших библиотеках школьных, они все в перечне. Вы по ним всем можете работать. Но УМК сферы все-таки чуть-чуть логичнее, может быть, для кого-то. И вот об особенностях мы сегодня и поговорим. Обратите внимание на последнюю позицию. Ох, как она нам сейчас пригодилась. Тем, кто работал по УМК сферы, есть с чем сравнить. Я работаю по сферам и по английскому фокусе. Тоже хороший, очень грамотный учебник. Но ребята, которые учились по сферам, на консультации последние две недели мая, у нас были консультационные занятия онлайн, также я работала с ними по скайпу. Вот пятый и десятый не заходили. И когда я задавала вопрос, почему вы не заходите, то мы все сами справляемся. Мы прошли учебник сами. И это не потому, что это бездельники, тунеядцы, которые просто отписались. Это дети, которым я доверяю. Они знают, что им предстоит еще на будущий год у меня учиться. А значит, они действительно прошли сами. Сегодня мы немножечко будем делать акцент как раз вот на самостоятельной работе. И это не просто так. Ведь дело в том, что когда писался, составлялся этот учебник, ни у кого даже в мыслях не было, что мы можем перейти на дистанк. Мне и до сих пор иногда кажется, что мне просто снится. Что достаточно просто открыть глаза, проснуться, и все пропадет, все будет как прежде. Но я работаю в школе, которая находится рядом с парком Сокольники. В парке Сокольники есть Ледовый дворец спорта. А там есть хоккеисты и фигуристы. Спортсмены, которые редкие гости в очном обучении. Они на очно-заочном обучении или просто на заочном. Значит, они должны программу осваивать сами. Вот поэтому очень много аспектов учебника, на котором мы сегодня остановимся, как раз заточены под самостоятельную работу. У нас есть дети больные, дети, которые по семейным обстоятельствам не могут посещать школу. Например, в длительной командировке родители находятся. И они точно так же программу проходят самостоятельно. А вот почему по сферам это сделать удобнее, вы убедитесь сегодня в ходе нашей презентации. Итак, прежде всего, на что я хотела бы обратить ваше внимание, это то, что в сферах очень логично, очень органично сочетаются два подхода, классический и инновационный. Классический – это тот, который себя хорошо зарекомендовал в прошлом 20 веке. И тот, к которому привыкли папа и мамы наших учеников, бабушки и дедушки. А ведь именно они являлись сейчас основными-то учителями для наших учеников дома. Именно они контролировали более тщательно учебный процесс, чем в обычном очном обучении. Поэтому им было удобнее работать с этим учебником. Я вообще против того, чтобы отрицать то хорошее, что было в советской методике преподавания английского языка. И, конечно, без инновационного подхода нам не обойтись. Мы готовим, обучаем людей будущего. И мы не можем им связывать руки и держать эти руки по швам и делать так, как нам удобно. Мы должны пользоваться всеми современными технологиями тоже. Но с тем, чтобы наш ребенок понимал, что учитель тоже идет вместе с ним в ногу. А это, кстати, тоже сказывается на мотивации. Состав ОМК для начальной школы вот такой. Напоминаю, два часа в неделю. Но вы можете взять в нее урочку. Почему? В ходе презентации вам будет понятно. Материал также можно найти в учебнике. Что хорошо, что издательство просвещения нам всем учителям дает возможность скачать бесплатно рабочие программы на сайте, книгу для учителя, она называется «Методические рекомендации» и аудиокурс тоже бесплатно. Вот аудиокурс желательно скачать, конечно, и нашим ученикам, потому что это хорошее подспорье. Ну и дополнительные тетрадь-тренажер, тетрадь-экзаменатор. Это то, что вы можете использовать во вне урочки. Что касается структуры учебников для начальной школы, вот она. Мы на ней долго останавливаться не будем. Я надеюсь, вы ее просмотрели. Когда мы будем листать учебник, вы убедитесь в том, что я здесь не обманула вас ни в чем. Состав УМК для основной школы с 5 по 9 класс. Перед вами тот же самый, что в началке и тоже на сайте бесплатные материалы. Вот вам структура учебников для средней школы. Структура сложнее, уже 6 циклов, но помощь при выполнении упражнений, начиная с 7 по 9 класс, раздел «Учись учиться» и так далее. Я надеюсь, вы уже все просмотрели. Что касается старшей школы, состав УМК тот же самый, чтобы вам, уважаемые коллеги, было невозможно заблудиться при использовании этого материала. И структура учебников очень четко напоминает структуру учебников средней школы. И ребенок, и учитель привыкает работать в строгой системе. И это значительно делает наш труд легче. Наш труд научить, а детский труд научиться. А вот теперь давайте посмотрим более подробно на начальную школу. Циклы. 9 тематических циклов, потому что 9 учебных месяцев в году. Каждый месяц свой цикл. Очень удобно планировать материал. Очень удобно писать КТП. Очень удобно заносить это КТП, прикреплять к электронному журналу. А последний цикл, 9-й, майский, он уже заранее был нами продуман на основе моего такого длительного педагогического опыта, что в 9-м цикле, в мае, нельзя давать новый материал. Мы с вами, учителя практики, прекрасно понимаем, что все контрольные работы и весь новый материал, контрольные работы, должны быть пройдены до апреля включительно. Май всегда был месяцем уже предканикулярным, потому что сначала были большие праздники, потом, после праздников, начиналась подготовка к выпускным и у детей уже не было никаких сил и возможностей серьезно учиться. Готовились к выпускным четвертые классы, девятые, одиннадцатые, не к выпускным, к последним звонкам. Кто-то вообще уезжал к бабушке сразу на праздники, там и оставался. Вот поэтому материал в конце учебника содержался, как правило, на повторении, на отработку пройденных. что сейчас сыграло очень хорошую роль. Ребенку не надо было самостоятельно никакого нового материала осваивать. Ему нужно было только повторить то, что он когда-то прошел. Если он забыл, то у него будет помощь. Сегодня мы о ней поговорим. Что касается циклов в средней школе или вот, например, в старшей школе, их шесть, и они тоже очень хорошо ложатся на учебный год. Если ваша школа работает по модульной системе, как моя, например, школа, там шесть модулей, вот вам шесть циклов, вообще никаких проблем. Если же ваша школа работает еще по системе триместровой, вот такой каникулярной, где там каникулы только осенние, зимние, весенние, то тоже проблем нет, потому что первые два цикла это осень, вторые два цикла это зима и последние два цикла это весна. Материал тоже очень хорошо размещается по учебному году. А вот теперь давайте посмотрим на структуру цикла учебников. Я специально их поместила на один слайд, чтобы удобнее было соотнести и проанализировать структуру. начальное обучение вводный урок, пять рабочих уроков, урок чтения только в четвертом классе уже это серьезный очень урок чтения с различными стратегиями, тренировка полученных наук в самооцене. Там два часа в неделю. А вот с тремя часами в неделю на ступени среднего и старшего школьного образования вы видите вводный урок, шесть рабочих уроков, а дальше идет тот материал, который необходим ученику средней и старшей школы для того, чтобы освоить языковой материал на достаточно хорошем уровне. Это и урок чтения с различными стратегиями, урок развивающего чтения, урок странноведения, межпредметные связи, отработка полученных наук. Самоконтроль, то, что сейчас нам как раз ох, как кстати было, уроки подготовки, самооценивание, список усвоенной лексики, это то, что вынесено во ВГОСы, естественно, то, что нам сейчас помогло. Давайте полистаем теперь учебники, чтобы вам было легче убедиться в том, что я вас ни в коем случае не обманываю. Итак, вводная страница четвертого класса. Вот в четвертом классе задания даются уже по-английски, а во втором и в третьем по-русски. Кстати, к великой радости родителей, бабушек и дедушек, потому что при составлении УМК-сферы мы как раз руководствовались их заявками, и многие родители просили сделать так, чтобы по-русски были задания в началке, потому что ребенок еще не понимает, а родителю тоже трудно понять, что там написано по-английски. А четвертый класс уже ребенок подрос, окреп в языковом отношении, и он может прочитать и понять задание сам. Конечно, вводная страница сопровождение бесплатное методические рекомендации, где дано все, включая примечания, включая домашние задания. Кстати, если вас домашние задания не устраивают по каким-то причинам, пожалуйста, вы можете задать свое. То есть, вводная страница есть сейчас во всех современных УМК. это требование времени. Это та инновация, которая необходима для того, чтобы ребенок сам понял, что он должен пройти в ближайшее время. Тем не менее, здесь материалы больше, разнообразные упражнения, здесь более насыщенный материал. Значит, ребенок может спокойно в течение урока с учителем этот материал проходить, ничего лишнего, другого дополнительного брать не нужно. Вот перед вами урок в пятом классе. Здесь вы видите уже и аудио есть, и анализ, аналитическое упражнение, когда нужно проанализировать, аудирование, таблицу заполнить. И все это есть в книге для учителя сразу, прямо в конве урока. Чтобы вам не нужно было тратить время на листание этой книги для учителя, особенно когда торопишься, обязательно откроется не там, где нужно. И все так бывает. Вот здесь сделано для того, чтобы вам удобно работать. Урок вводный в старшей школе, где мы видим с вами тоже сопровождение книги для учителя. И здесь огромное количество разнообразных видов работы, включая даже описание картинки, сравнение картинок в формате ЕГЭ. «Пожалуйста, здесь вы можете этим всем пользоваться». После вводного урока идут рабочие уроки. Вот вам традиция. Мы все-таки решили с вами, вернее, с своими коллегами, что-то у меня, что-то он... Вот, я надеюсь, все сейчас хорошо. Значит, мы решили вернуть буквенное обучение. Мы обучаем чтению, начиная с буквы, причем с одной, не с трех, с одной буквы, с буквы «эй», когда сразу мы рассказываем сказочку. Так, ну давайте я обновлю страницу. Так, я надеюсь, сейчас, коллеги, всем все уже видно и слышно, да? Я надеюсь, все хорошо. Спасибо. Итак, буква гласная, вот она читается в открытом слоге, а вот в закрытом, где ее заперла согласная, и здесь мы рассказываем сказочку, которая изложена в книге для учителя. И ребенок сразу, с первого урока, видит букву и соотносится с транскрипционными значками, с теми значками, которые как кошмарный сон преследуют родителей, бабушек и дедушек. А здесь ребеночку очень легко, потому что «эй», вот он какой широкий звук «эй», вот он, так широко надо рот открыть. С буквой «эн» та же самая история. Потом читаем потихонечку, а вот теперь посмотрите, пожалуйста, как эта страничка сопровождается книгой для учителя. Вот примечание. Упражнение 7. Детям не нужно читать слова. Их задача просто найти букву в данных словах. Что должен сделать учитель? Какую сказочку рассказать? Все указано. Рабочие уроки в средней школе, естественно, не такие веселые. Они более серьезные, но тем не менее они интересные. Это 6 уроков по формированию и развитию лексико-грамматических умений во всех видах речевой деятельности. И, конечно, методические рекомендации тут же сопровождают ваш труд, помогают вам как спасательный круг. Это не значит, что вы ничего не сможете без книги для учителя. Но книга для учителя методические рекомендации делает ваш труд легче. Более того, ключи даже даны с тем, чтобы экономить ваше время. В старшей школе та же самая система. Тоже 6 у рабочих уроков и тоже сопровождение рекомендаций книги для учителя. Детально с ключами, а уж в 10-11 классе материал сложный. Здесь иногда приходится и очень опытному учителю туда залезть, посмотреть ключи. Потому что это действительно серьезная работа. И вот теперь те особые уроки, на которых я хотела бы остановиться чуть подробнее. Итак, чтение с различными стратегиями. Такое чтение есть еще и в начальной школе. Это достаточно большой раздел. Но мы с вами сейчас смотрим среднюю школу. Посмотрите внимательно. Слева скриншот учебника 6-го класса. А справа 10-го. Вот он объем какой большой. Более того, здесь не просто чтение с различными стратегиями. Здесь иллюстрации в помощь читающим. Это поможет им. Иллюстрация это не декоративный элемент. Еще раз повторяю. Это помощь. А вот в учебнике 6-го класса это не просто помощь. Это очень интересное упражнение. Картинки-то даны. Но нужно найти те картинки, которые соответствуют тексту и те, которые не соответствуют тексту. Более того, если тексту не соответствует, найди ошибку. Вот вам, пожалуйста, и поисковое чтение, и тренировка внимания. лексико-грамматические задания по тексту, конечно, даны. И, посмотрите, в 10-м классе мы видим стрелочку экзамен. А значит, это уже задание дано в формате единого государственного экзамена. Что касается урока странноведения, это чтение с различными стратегиями, естественно. это информация на полях для лучшего понимания. Немножко, может быть, плохо видно, мелкий такой скриншот, но, тем не менее, вот в 10-м классе национальные праздники, вот это как раз информация о национальных праздниках. Проектная деятельность и мотивация поисковой деятельности. Вот этот значок Земля и вокруг орбита, это как раз поиск в интернете. То есть уже целенаправленный поиск в интернете. Значит, мотивация поисковой деятельности и на основе этой поисковой деятельности проект в том случае, если он необходим. О проектах мы еще чуть-чуть поговорим позже. Что касается урока о России. Russian corner, российский уголок, красный угол России. вообще идет без всяких доказательств идея о том, что действительно наш школьник, российский школьник, должен уметь по-английски прекрасно рассказывать о своей стране, об особенностях страны нашей, именно России. Тогда он будет интересен своим собеседникам. Так вот, урок России пятого класса у вас дан, десятого и одиннадцатого. А система работы одна и та же. Ребенку не нужно каждый год перестраиваться, да и вам тоже, уважаемые коллеги, не нужно перестраиваться. Конечно, это чтение с различными стратегиями. Конечно, это иллюстрации на полях для лучшего понимания. Это мотивация поисковой деятельности. Почему здесь поисковая деятельность? Посмотрите задание Ask your family members. Спроси членов семьи. Это тоже поисковая деятельность. И выход проектной деятельности в том случае, если это необходимо. Вы можете вынести поисковую деятельность в формат монологического высказывания. Пожалуйста, это высказывание ребенок в системе дистанционного обучения записывает на звуковой файл и присылает вам на почту или прикрепляет в электронный журнал, в электронный дневник свой. У меня так дети делали. Я сижу, проверяю и выставляю потом оценку. урок межпредметных связей чтения с различными стратегиями, расширение кругозора наших учеников и иллюстрации на полях, информация на полях для лучшего понимания. Что здесь, на чем здесь мне хочется остановиться? Урок межпредметных связей есть во всех современных учебниках. Это не ново, но ново другое. Мы постарались подогнать материал лексический таким образом, чтобы он в модуле, в цикле был един. Вот мы с вами обратили внимание на предыдущем слайде, на одном из предыдущих слайдов была картинка, где там авария была, помните, книга, текст для чтения extended reading, чтение с различными стратегиями. Так вот, после этого идет указание и первой помощи. Видите, как все связано? Если вы посмотрите на центральный скриншот, то вы увидите, что это экология, а экология это география. И, наконец, здесь тема политика, тоже, правда, 10 класс, тема политика и сложная тема, но она предписана образовательным стандартам. И вот здесь тема граждановедения, правоведения. мой 10 класс имеет профиль социально-гуманитарный. Так вот, для них, для тех, они большей частью будут сдавать общество знания и английский, вот для них этот материал был как нельзя кстати. То есть, материал лексически связан во всех, на всех страничках цикла. Следом идет урок отработки и самоконтроля приобретенных навыков. Вот это был как раз тот кладезь, откуда вы могли брать домашние задания для дистанционного обучения. Все можно было взять отсюда. Здесь разнообразные лексико-грамматические упражнения. И, конечно, мотивация проектной деятельности. Пусть вас не пугает, что мотивация проектной деятельности идет прямо подряд на нескольких страницах. Вы прекрасно понимаете, что перекормить проектами нельзя, не нужно это делать. Это сразу убьет мотивацию. Нужно давать где-то один проект из цикла, но тот, который для данной группы подходит больше. Группы все разные, дети все разные. Кому-то интересно сделать проект по такой теме, кому-то по другой. Поэтому вы подбираете тот проект, который вы считаете наиболее приемлемо. Следующий слайд это совершенно замечательное нововведение, которое уже пробировано на моих десятиклассниках в прошлом году. Одиннадцатиклассниках я в одиннадцатом классе в прошлом году тоже работала по сферам. Сначала в режиме апробации, а потом, когда он вошел в декабре, перечень уже официально работала. Так вот, этот раздел помощи потрясающий. Я вам сразу скажу. Это как раз для того, для тех детей, которые хотят английский знать, но им трудно. Они пропустили что-то в начальной школе, в средней школе, ну, по каким-то причинам. Может быть, проболели, может быть, просто были разгильдяемы, а сейчас взялись за ум в десятом и первоклассе. Раздел помощи для теоретированного обучения у нас вводится с седьмого класса. Потому что в начале это, в принципе, не очень сложно идет материал. А вот с седьмого идет усложнение. И чтобы у ребенка не отбить охоту, ну, как мы говорим, не отбить мотивацию, делается такая помощь. Видите, на полях написано more help и дается номер страницы. Это, вот то, что в красной рамочке, это скриншот из материала учебника. Вот вы задаете на дом или в классе, допустим, это упражнение. Кто-то делает его сразу. Попыхтит, попыхтит и сделает. А кому-то очень трудно. И тогда он спокойно открывает приложение к учебнику. С седьмого по одиннадцатый класс, напоминаю. Находит страницу, находит это же самое упражнение, где уже даются подсказочки небольшие. Это не значит, что там все сделано. Это не ответы. Нет. Но там дается, допустим, выбор. Или так, или так сказать. Значит, уже упрощается материал. Для чего? Чтобы ребенок почувствовал поддержку. А уж при дистанционном то обучении это вообще замечательно. Сидит ребеночек дома и чувствует, ух, какое упражнение то трудное. Ну-ка, я сейчас его попроще посмотрю подсказочки, а вот оказывается как. Может быть, он и посмотрит первые два предложения, а остальные сделает сам. Но это дает ребенку твердое убеждение в том, что учебник это не просто книга для учащихся. Учебник это помощник, это тот инструмент, которым удобно работать. Вот теперь такой же раздел помощи старшей школе. Видите, устное задание было. Нужно рассказать было о по теме экологии. Вообще трудно, конечно. И вот дается целый арсенал фраз, которые можно использовать. А значит, с помощью этих фраз ребенок, конечно, справится с заданием. У него не будет недовольства с собой. Конечно, нельзя представить себе современный учебник без того, чтобы там не было и вкрапления заданий в формате итоговой аттестации. Они есть и в сферах. Они встречаются прямо начиная с четвертого класса. Мы вырабатываем в детях навыки работы с такими упражнениями. А вот отдельно аспект в каждом цикле, начиная с восьмого класса, значит, восьмой, девятый, это подготовка к ОГЭ, конкретная exam practice, которой можно за один урок пройти или за два, в зависимости от уровня обученности и от скорости. Есть дети, которые сразу схватывают, а есть те, которым нужно подумать. И вот этот материал можно также осваивать самостоятельно. Аудирование есть у детей бесплатно, вот они сидят и слушают. Сколько нужно им раз, столько и послушают. А если очное обучение, да, там мы слушаем два раза. Иногда я спрашиваю своих старшеклассников, ребятки, одного раза хватит, вот мы прослушали, все понятно. Они говорят, все хватит, все понятно. Иногда говорят, нет, еще разочек. Если даже два человека скажут еще разочек, один человек скажет еще разочек, мы прослушиваем еще раз, а всем остальным говорим, ничего, послушайте, еще раз проверьте, там есть ловушки. Точно такой же раздел, но только уже подготовка, тренировка и навыки, тренировка науков выполнения заданий в формате Ге-11 в 10-х и 11-х классах. Это не значит, что только в этом разделе. Еще раз напоминаю, красной нитью через все учебники проходит вкрапление вот с такой стрелочкой экзем. В конце концов, дети перестают это бояться. Кстати, было несколько оппонентов, которые говорили, ой, нет, это детей будет нервировать. Какой нервировать? Это им багаж на будущее. Мы собираем ребятки чемодан для дальнего путешествия, путешествия о взрослую жизнь. А взрослая жизнь это не ЕГЭ и ОГЭ. На ЕГЭ и ОГЭ жизнь не заканчивается. Мы продолжаем работать дальше, учиться дальше. Вы будете путешествовать, вам это пригодится. Это тренировка, и в конце концов, это просто развитие науку функционального чтения, без которого ни один нормальный взрослый человек сейчас не проживет. поэтому это отдельный урок. И даже не один, а два может быть урок. А может быть, если вам администрация дает час внеурочки, вы можете этот материал выносить и на внеурочку. То есть сферы дают вам багаж, который вы также можете передать своим ученикам. Что касается развивающих упражнений, когда мы с вами учились в школе, у нас развивающих упражнений не было. У нас были разные кружки, может быть, но вот таких упражнений не было. Но я убедилась на своем опыте, как учитель практик, с большим стажем работа, с большой нагрузкой я работаю и в начальной, и в средней, и в старшей школе. Я убедилась, что эти упражнения здорово помогают. здорово помогают нам и детям прежде всего в развитии мотивации. Посмотрите, пожалуйста, здесь и развитие мотивации, и развитие мышления, и развитие языковой логики. Вот попробуйте-ка найти три предмета, которым ты можешь поиграть, вот сразу-то и не получится особо. Нужно подумать, нужно логически буквы разместить. А эти – это началка. здесь описание картинки, например, мы видим, что черно-белая картинка, это не значит, что мы пожалели краску. Это сделано специально, потому что ребенок должен сначала придумать цвет и рассказать уже в цвете. А начать-то рассказ он должен с крупного сначала предмета. Наверняка, если вы работаете в началке, вы сталкивались с тем, что ребенок начальной школы начинает вдруг вот такую картинку описывать с ластиком, с розового ластика, потому что он ему более приятен. А мы должны ребеночкам научить описывать картинку с крупного предмета, с основного, видеть это основное. Логику повествования монологического наших детей можем развить только мы с вами. Конечно, если это на самостоятельном обучении, но ведь не весь же год мы будем самостоятельно обучаться, но на самостоятельном обучении мы примем любое высказывание ребенка. Но в тот момент, когда мы учимся face to face, конечно, учитель здесь незаменим. Что касается развивающих упражнений в средней школе, очень интересные. Это упражнения из учебника пятого класса. Мои пятиклажки их с таким удовольствием делали. Это и лексические упражнения, и грамматические, и подстановочные. Но тут вся полная радость, а ведь это можно провести, если это очная система обучения, провести в виде игры, а если это заочная, они с удовольствием будут пыхтить. Кому-то нужно всего минуту, а кому-то нужно 10 минут. И у них не вырабатывается комплекс неполноценной стены, они вам присылают готовые задания, а уж сколько времени они потратили, это уже остается тайной. Что касается развивающих упражнений в старшей школе, конечно, они вот такие, они сложнее, хотя система остается то же самое. Логика развивается, логика, интерес к языку, например, скучная тема политика, ну, скучная, особенно политическая система США, помните, у нас был слайд политическая система в США, а вот оттуда взято упражнение, которое как раз он ключито, и учителю подскажут, а дети сами подумают, 15 клавиш нужно разбить на 5 предложений, и первый элемент в каждом предложении будет начинаться с большой буквы, уже подсказочка есть, это можно было сделать групповой работой, это можно было сделать парной, это можно сделать индивидуально. Перестановка букв, да, очень увлекательное задание, и, наконец, рассказывать, там, соотносить, и так далее, то есть, вот таких упражнений в сферах, на всех этапах обучения, во всех параллелях содержится достаточное количество, но не только развлекаемых, ни в коем случае, это, как правило, определенный процент упражнений, с тем, чтобы дети понимали, что все-таки обучение это труд. проектная деятельность, это особо, о чем мы с вами сейчас чуть-чуть поговорим. Проектная деятельность с началки, вот она, и никто вам не мешает вынести проектную деятельность на внеурочку, если вам жалко времени учебного, а можно это сделать и в классе. Да, это вот такие примеры проектов. Если у ваших малышей в начальной школе уже есть информатика, пусть делают компьютерный варианте, нет вот такой рисованный вариант. В пятом классе рисованный вариант тоже доступен тем, в тех классах, где нет информатики. Здесь и творческие задания, стих, например, по образцу сделать стих, там про рыбку ванду, а здесь можно про собачку какую-нибудь джека. В старшей школе проектная деятельность более серьезная, тоже не усердствуйте. Один проект, как правило, в цикле, но тот, который наиболее интересен для данной группы детей. Тогда мы с вами мотивацию не похороним. А вот как защищать проект? Вот, допустим, дети вам проект прислали, составили проект, потому что не могли очно присутствовать. Вот они записали звуковой файл с этим проектом. А как помочь? Вместо учителя помогает приложение к учебнику сферы. В каждом учебнике сферы есть замечательное приложение, где простым, доступным под данный возраст ребенка языком рассказано так по-матерински, что нужно сделать. Здесь содержатся советы, и как лексику учить лучше, как запоминать, и как презентацию сделать. Вот это слева скриншот из пятого класса, а это уже более старший класс, где уже по-английски все изложено. То есть давайте посмотрим с вами преимущества ОМК-сферы для наших детей. Просмотрите внимательно. Я не буду вам это читать, просмотрите. У вас презентация останется, вам этот материал должен будет переслать издательство. Но во всяком случае, помимо удобного формата и прочной мягкой обложки, помимо разноцветных циклов, которыми можно обойтись без закладки, вот еще сколько всего. И обратите внимание на 12-й последний пункт. Проработав сейчас с марта по май именно дистанционно из расчета 3 часа английского в неделю, значит, 2 часа электронных, 1 час дистанционный, а в 10-м классе 3 часа электронных, 1 час дистанционный, я убедилась еще раз, что учебник сферы подходит для самостоятельного освоения языкового материала при необходимости. Посмотрим преимущества ОМК сферы для учителя, для нас с вами. Легко по нему работать. Нет, неправильное слово легко, нелегко, удобно. Ну, потому что мы тоже люди, нам тоже хочется отдохнуть. Чего ж тут зря-то время тратить. Сделано заточено специально под наших российских учителей, которые работают с огромной нагрузкой, с классным руководством, с внеурочкой, с всевозможными мероприятиями, с всевозможными совещаниями и так далее, и так далее. Я это все знаю по себе. Поэтому работайте, уважаемые коллеги. Самое главное, здесь есть возможность организовать дистанционное обучение. Если вдруг какой-то еще вирус нагрянет, мы мирные люди, наш бронепоезд под названием сферы стоит, я надеюсь, на вашей книжной полке. И наконец, вот они, преимущества учебника для организации самостоятельной работы. Вот он, этот бронепоезд состоит из десяти вагончиков со второго по одиннадцатый класс. Четкая структура. Материал изложен от простого к сложному. Это классика. Логичное переплетение лексики грамматики. Ну, тоже классика, не будем кривить душу. Наличие большого количества тренировочных упражнений. Полезная информация на полях. Задание сформулировано очень просто. Ребенку легко справиться. Иллюстрации несут смысловую нагрузку. Материал грамматического справочника изложен. Тоже очень просто и доступно. И много полезных советов в приложении. Вот вопрос пришел мне. Почему не сделать один комплект одного автора на все годы и классы? Так я и есть автор на все годы. Он и есть один единый комплект. Вот он идет со второго по одиннадцатый. А, вы имеете ввиду один учебник, чтобы так был со второго по одиннадцатый? Ну, тогда ребенка в школу не сможет нести. Это же будет как война и мир в одном доме. О чем вы говорите? Здесь действительно все очень логично. Здесь не состоит учебник из двух частей, потому что у нас, как правило, одну часть забыли, другую не сдали. Но это как всегда у нас идет. Поэтому учебник, ребенок получил в библиотеке, год отучился, сдал. Год отучился, сдал. Мои дети уже приучены. Они в этих учебниках ничего не пишут, даже карандашом. У них есть черновая тетрадь, вложенная в учебник. Они пишут в этой черновой тетради для того, чтобы учебники сохранялись для следующих поколений. А вот теперь давайте посмотрим, где еще можно найти информацию. Мне приятно, что сегодня много достаточно слушателей из разных совершенно концов нашей России. И из ДНР есть коллеги. Это замечательно. значит, вы можете пользоваться следующими материалами на Ютьюбе. Вы можете зайти в издательство просвещения. Есть специальный там сайт. Знакомиться с учебником можно и скачать бесплатно по образцу. Один вам модуль пришлют бесплатно. Есть сайт УМК сферы. есть онлайн журнал просвещения, где очень много статей. Потрясающие статьи пишут коллеги. Думчивые, умные. Я с таким удовольствием читаю. Действительно, если вы что-то не получили сейчас, какую-то информацию, то вы можете там найти материал. И, наконец, страница в Фейсбуке ВКонтакте. нам свыше приходит кто автор. Автор у нас, первый автор идет Алексеев, а потом Смирнова. Вот Смирнова это я, Смирнова Елена Юрьевна. То есть, как только вы видите вот такой красочный учебник, или вам пришло сферы, там просто приходят сферы, это название, значит, вы его и можете заказать. Это я отвечала на вопрос одного из коллег. и интернет магазин издательства, где вы можете закупить тот учебник, который вам понравился. И вот теперь тот адрес, по которому можете задать вопросы. Значит, посмотрите, пожалуйста, сюда вы можете присылать вопросы и оснащение, на это ответят специалисты издательства просвещения, вы можете задать методические вопросы по методике, это я вам уже отвечу, потому что коллеги сразу пересылают эти вопросы. То есть мы с вами продолжаем работать. Если вас заинтересовала этот учебник, вы можете воспользоваться также вебинаром, у нас будет 17-го числа, по-моему, 17-я среда, 3-й, 10-й, 17-го будет вебинар по 10-му классу. Начинаем учебный год с ОМК-сферы в 10-м классе. Там, правда, он позднее, это в 16-м с чем-то он там. Ну, посмотрите, в рассылке просвещения есть этот вебинар, он уже указан, и я буду очень рада вам рассказать более подробно в 10-м классе, потому что я тоже по нему работала, и я уже конкретно знаю, что этот учебник, этот инструмент создан для нас с вами, с тем, чтобы нам с вами удобно работалось, а детям нашим удобно училась. Итак, уважаемые коллеги, я заканчиваю сегодняшний вебинар, жду ваших вопросов, жду новых встреч, надеюсь, что когда-нибудь этот тяжелый период закончится, я смогу приехать к вам в города России со своими авторскими семинарами, где мы поговорим душевно, можем устроить прямо вопросы-ответы, вопросы-ответы, я жду этих встреч, я надеюсь, вы тоже их ждете, и я желаю вам огромных успехов в следующем учебном году. Всего вам доброго, до свидания. до свидания.